В Хабаровском крае продолжается осенняя путина. Она должна стать рекордной за все время организованного лова рыбы на Амуре. Предыдущий рекорд был установлен в 2012 году. Тогда была выловлена 51,5 тысяча тонн лосося. По прогнозам этого года общий вылов лососевых края составит 55 или 57 тысяч тонн. С начала осенней путины выловлено уже более 48 тысяч тонн рыбы. Между тем, значительная часть рыбы вылавливается незаконно. По данным Амурского территориального отделения Росрыболовства, ущерб от действий браконьеров уже к 1 сентября составил 3,5 миллиона рублей. К борьбе с незаконным рыбным промыслом в этом году привлекли казаков. Экспериментальную рыбоохранную заставу выставили во время путины на реке Гур в Амурском районе. По данным рыбинспекции, благодаря казакам с начала сентября был предотвращен вылов более чем 10 тысяч особей. Репортаж Софьи Кореневой. Победны на сопротивление Дарья и твое сохранение. Крестом твоим жительства. Аминь. Молитва предусмотрена распорядком дня казачьего поста рыбоохраны. Шесть казаков отправили на реку Гур в начале сентября, когда начался нерест осенней киты. Штата рыбинспекторов, 5 человек на весь Амурский район, не хватает, чтобы контролировать все протоки. И помощь попросили у хабаровского казачьего общества. Станичники-рыбинспекторы числятся добровольными дружинниками и денег не получают. Казак обязан глубоко осознать историческую миссию казачества, как воинства Христова, защитника слабых и обиженных. Строго чтить и соблюдать кодекс чести казака. Жить по казачьим обычаям и традициям. Хранить и пропагандировать казачью культуру. Гур находится под особым контролем краевых властей. На реке построен рыбоводный завод, который выпускает в воду мальков киты. И это излюбленное место незаконного промысла. Половить рыбу приезжают не только со всего Амурского района, но и с Комсомольского, Нанайского и Хабаровского. Три китинки, видимо, ее недавно только поставили, либо уже снять успели. Ночные рейды казаки-добровольцы проводят под началом штатных рыбинспекторов и с помощью полиции. В этот раз с незаконным уловом поймали супружескую пару из Амурска. В их сетях 29 китин. Для возбуждения уголовного дела достаточно и 18. Сколько раз лавали? Два, три? Второй раз. Второй раз. То есть мы вам испортили заплыв, получается. Только-только начали заводить. У задержанных рыбаков изъяли улов лодку из сети. Составили протокол, а самих отпустили. Во время этого рейда никого больше поймать не удалось. Казак, ответьте, берегу. Благодаря работе казачьего поста было спасено около 10 тысяч голов рыбы на сумму более 10 миллионов рублей. Именно столько здесь обычно ловят во время нереста. Однако, если верить отчетности, то работа на реке Гур ведется недостаточно эффективно. Дело в том, что казаки отпугивают приезжих браконьеров еще на подступах к реке. Те даже не успевают распаковать снасти. А местные жители, знающие про казачью заставу, стараются рыбачить где-нибудь в другом месте. Для природы это хорошо, но для отчетности рыбинспекторов – плохо. Так вот у нас отчетность составляется так. Если протоколов мало, значит, получается, мы не работаем. И я думаю, что здесь показатели нужно изменить. Ежегодно на Гуре во время осенней путины выписывают примерно 50 протоколов. А в этом году пока их только 7. Софья Коренева, Алексей Радченко для программы Новости.